Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие! Девочки, сегодня я буду шить сумку для поводка собаки. Я вам рассказывала, что вот этот поводок очень тяжелый, и его тяжело нести в руках. Поэтому я хочу к своему костюму, вот из этой ткани, сшить еще сумочку, в которой я могу носить вот этот поводок. Он очень тяжелый, килограмма полтора. Поэтому сегодня сошьем сумку. Сумку я сошью примерно вот такой формы. И она будет на ремне, и ремень этот можно будет продеть в шлевке брюк. То есть мне не нужно ни на плече его нести там, ни где-то еще. Вы видите, сумочка, это обыкновенный как бы карман с клапаном. Здесь застежка, идет ремень. Нам нужно, конечно же, сделать вот здесь застежку, вот здесь застежку, чтобы убирать сумку. Ну и, например, просто ремень там как-то соединить, стянуть. В общем, буду думать еще. Либо просто снимать все это. Итак, у меня получится, ребята, всего 4 детали. То есть это у нас передняя стенка, задняя стенка, клапан и вот такая полосочка, которая будет сбоку. Давайте я вам покажу. Вот она идет. Ну, то есть принцип почти как у саквояжа. Только у саквояжа мы делаем вот эти две детали цельной и как бы боковые вставки. А здесь у нас наоборот. Передняя стеночка, задняя отдельно. И идет полоска, которая соединяет эти стенки и затем пришивается клапан. С клапаном я мудрить не буду. Я просто наложу его поверх сумочки, пришью и шов закрою тоже таким, такой декоративной лентой или ремнем. Здесь будут пластиковые застежки везде, чтобы было удобно. Точно так же, как на ошейнике собаки. Итак, стягать я буду эту сумочку для того, чтобы она была, ну, хорошей формы, достаточно жесткой. И стягать я, девочки, буду вот таким поролоном. Извините. Посмотрите, пожалуйста, у меня есть поролон, который, ну, наверное, метр пятьдесят, метр шестьдесят шириной. Он тоже стоил евро в двенадцать, наверное, может и пятнадцать. Но это поролон немножко другого качества, чем тот, которым я обычно пользуюсь при пошиве сумочек. Сейчас, минутку, я вам покажу вот тот, из которого я шью с акваяжа. Посмотрите, пожалуйста, он пять миллиметров толщиной. С обеих сторон у него плотное трикотажное покрытие. И сам поролон, ребята, у него совсем другая плотность по сравнению вот с этим. Вот этот поролон тоже пять миллиметров, видите, девочки. Но он гораздо мягче, это во-первых. Во-вторых, у него трикотажное покрытие с одной стороны. И оно такое прям хлипенькое. Со второй стороны чистый поролон, нет покрытия. Но его можно использовать вот для таких сумочек, у которых не обязательно должна быть такая стоячая форма. Просто, чтобы придать слегка жесткости. И стягать можно следующим образом. Вот эта вот часть, где у нас чистый поролон, кладется к ткани. То есть мы имеем сверху покрытие, и здесь мы имеем ткань. Стягать я буду по лицу. Я вам говорила, девочки, вот эта ткань не дает усадки. То есть ее можно стягать. Я стягала жилет по четыре сантиметра. То есть, если я, например, стягаю по олопосадские платки, четыре сантиметра, там такой жуткий перекос. Вот с этой тканью ничего не случается. Можно стягать по лицу. Итак, для того, чтобы раскроить эту сумочку, просто-напросто мне нужно, ребята, положить мою бандуру на ткань, нарисовать с небольшими припусками форму, которую мне нужно. То есть две части, две детали. Я сделаю с небольшим запасом. И затем мне нужно будет просто промерить от верха до следующего верха длину. Сделать полосочку шириной, чтобы проходила толщина моей бандуры. Все это я простегаю и спинку и лицо сумочки, дно сумочки простегаю, клапан. Скорее всего, я сделаю нестеганный, просто вставлю поролон между моими слоями. Сумка будет, девочки, на подкладке. Подкладку буду шить отдельно, обрабатывать верх срез сумки косой бейкой. В общем, тут никаких интересных, скажем так, деталей нет. Поэтому, девочки, сильно показывать не буду. Я вам, наверное, покажу просто уже готовое изделие. Как я уже сказала, я раскрою вот такие детали, простегаю их. Стегать, девочки, можно сразу и с подкладкой. Но тогда нам нужно будет обрабатывать внутренние швы. Я сделаю сумочку отдельно, подкладку отдельно, чтобы не заморачиваться с обработкой внутренних швов. То есть, у меня будет сумочка сама, стеганая, ткань с поролоном. Все это сошьется вместе. Сошьется подкладка. Клапан будет полностью и лицо, и изнанка вот из этой ткани. Как я уже сказала, клапан будет нестеганный. Пришьется. Ну, вот у меня, например, ручка я уже приготовила. Это готовая ручка, ремень с такими карабинами пластиковыми. То есть, я возьму вот такую же ленту, пришью от начала моего клапана через клапан замок и снизу от шва, то же самое, такую же ленту, на которой будет замок. Замок, ребята, ну, как на ошейнике собаки. То есть, тут ничего сложного. Ну, и, конечно, подумаю над ремнем. То есть, как я уже сказала, никаких заморочек здесь нет. Обыкновенный карман с клапаном. Итак, ребята, я приступаю к работе и покажу вам уже то, что у меня получилось. Итак, ребята, мое обмундирование для прогулок готово. Сейчас я вам покажу все поподробнее. Но сначала покажу уже готовый как бы вид. Затем я вам это продемонстрирую. Посмотрите, пожалуйста, вот моя сумочка, в которую уместится вот эта бандура. Сумочка у меня на ремнях. Везде вот такие ремни, как на собачьем ошейнике. Девочки, как я вам уже говорила, я использую все бэушное. Вот эти вот все штуки у меня от моей первой еще собаки. Там всякие какие-то ремешки, ошейники, поводки, даже не знаю что. У меня их столько много. Ну, жалко было выбросить. Вот я все это использовала. Итак, смысл. Посмотрите, пожалуйста, это задняя шлевка. Это передняя шлевка. Боковая шлевка у меня здесь не задействована. С этой стороны, где сумочка. Потому что сумочка получается сбоку. И она перекрывает эту шлевку. Далее ремень идет на боковую шлевку. На вторую сторону, на переднюю шлевку. Здесь впереди у меня еще одна такая штука. То есть я могу... Давайте вот я как раз отстегну мою сумочку. Здесь у меня немножко плотненькие петли. То есть не свободно болтается. Вот я отстегнула сумку. И у меня остался как бы неполноценный ремень. Его можно, конечно, девочки, растянуть. Раз, раз, раз. Надо посмотреть. И вот сюда сделать просто еще кусочек недостающий. Вот с такими же штучками. И тогда этот ремень можно использовать просто как ремень. Ну, честно говоря, как ремень он мне не нужен. Ну, просто если мне там захочется, допустим, быстренько отстегнуть вот эту сумочку, можно это сделать при помощи вот этих вот вставочек. Давайте я пока опять пристегну. Продену через шлевку. Ой, извините. И с этой стороны то же самое. Покажу спереди брюки. Вот вы видите, как я вам уже говорила. Ой, извините, я вытянула из этой штуки. Если кто-то сейчас скажет, что оно не держится, ребята, оно держится, потому что когда мы затягиваем, и то есть потом эта одежда, ну, как бы ремень прижимается к одежде, ой, тут ничего не вылезет. То есть тянуть можно, ого-го, никуда ничего не денется. В общем, я тут этот ремень проклепала там, ну, чтобы все это было крепче. И получается очень удобно, то есть руки свободные, но это еще, девочки, не все. Как я уже сказала, это можно отстегнуть, вытащить. И посмотрите, пожалуйста, какие у меня боковые детали. Такие штуки интересные я нашла. Вот я взяла ремень готовый, то есть чтобы не шить, использовать. И здесь тоже пластиковые карабины, как бы для сумок это не пригодится. А вот для такой сумочки, с собакой гулять, пригодится. То есть можно в любое время, если надоест на поясе нести, можно пристегнуть еще и длинный ремень. Его просто можно убирать внутрь, даже не снимая. Посмотрите, пожалуйста, здесь тоже такая штучка маленькая. Итак, как я вам говорила, вот у меня передняя стеночка, вот у меня задняя стеночка, вот у меня идет вставка, полосочка. Вы видите, вшита, да? И вот у меня идет клапан. Все простегано. Клапан не простеган, он только прошит по краю. И вот здесь я просто наложила сверху на сумочку, зашила и пришила тоже ленту вручную. Здесь все пришито на машинке, все крепко. И что я хочу сказать, девочки? Вот как определить, допустим, застежку, да? Ну, кто шьет сумки, тот понимает. То есть мне нужно было сразу, до того, как я сошью вот с этой полосочкой на переднюю часть, пришить вот эту штучку. И, конечно же, до того, как я пришью клапан сюда, мне нужно было пришить вот эту штуку. Вот эта штучка пришивается, ну, в принципе, на любом расстоянии, да? Только с учетом того, что у вас будет клапан, не так, чтобы это получилось где-то там неизвестно, где высоко. Ну, вот примерно. Пришили вы эту штучку, затем клапан выкроите какой-то определенной длины, но вам нужно учитывать еще ширину сумочки. У меня вот здесь 8 сантиметров. То есть толщина моего поводка 7, но я сделала посвободнее 8. То есть перед тем, как вы пришьете сюда, вот вы пришили вот этот замочек, застегнули, можно тут, в принципе, вот так в натяжку приколоть его. Потом вы смотрите, ага, вот у меня ширина сумочки идет. Можно, в принципе, его тут сколоть. И потом вы увидите, где вы уже можете прикрепить клапан на задние стенки. Пришиваете его, кладете сверху ленточку, либо можно пришить одной строчкой еще кусочек, как бы, бейки, лицо к лицу с клапаном, пришиваете, то есть у вас клапан пришит, и вы отворачиваете эту бейку, и вот здесь пришиваете. Можно тоже на машине, можно вручную. Ну, я сделала просто черной лентой, закрыла этот срез. Подкладка у меня из хлопка серая, как говорила, клапан однотонный, а здесь пришита просто, сшита подкладка по этому же размеру, вложена внутрь, уравняла верх, обработала косой бейкой, все. То есть я сильно не замудрялась, ну, это для собаки, девочки, то есть мне не ходить куда-то с ней, а для собаки. И теперь я могу спокойно вот эту бандуру сюда положить, замок мой закрыть, могу, в принципе, на плечо, да, девочки, а могу пристегнуть вот к моему ремню на штанишках. И очень даже удобно. Я думаю, девочки, все понятно, здесь никаких сложностей нет, ну, абсолютно никаких. Ну, самый простой, даже ребенок может шить. Поэтому долго больше рассказывать не буду. Покажу сейчас на себе, продемонстрирую. Ну, а на сегодня это все. Всем большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Сходите на следующее, буду ждать. Пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки, дизлайки, кому что нравится. Главное, не оставайтесь равнодушными. Ну, а я в свою очередь желаю вам всего самого-самого хорошего. Будьте здоровы и счастливы. Всем мира и добра. До встречи в следующем видео. Всем пока. Девочки, я примерила свою сумку и пришла к выводу, что вдевать в брюки, это, конечно, удобно. Но, если я затягиваю ремень и у меня внутри лежит поводок, то мне очень тяжело вытащить оттуда, потому что верх прижимается к телу. Поэтому я решила, что это можно носить и просто так. Вот таким вот образом. Так, минуточку. Вот. То есть, не обязательно это вздевать в шлёвке. Можно носить и так, поверху. То есть, я тогда могу и двигать, могу и вперёд, и назад. И вот, обратите внимание, видите, немножко узковато. Но, когда свободно, то есть, не в шлёвках, то я могу свободно засунуть и поводок и вытащить его точно так же свободно. Поэтому, либо можно вот ослабить ремень и когда вытащишь или положишь поводок, извините, можно его затянуть. Ну, в принципе, можно зафиксировать, но я просто сейчас так сделаю. Вот, видите, очень удобно. Ну, вот для ношения я бы сделала вот так, извините бы, положила на попу. Так мне удобно. Даже не сбоку, видите, а немного сзади. То есть, если мы в футболке или в майке идём гулять, то замечательно. Ничего не мешает, ничего не трёт ни шею, ни плечо. Но, если мы наденем куртку, то, разумеется, нам неудобно будет с поясом. Поэтому можно надеть длинный ремень и использовать уже как сумку через плечо. Сейчас я вам всё это уже без слов продемонстрирую. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok